В поселке Красная дома, построенные для оленеводов и чумработниц, продолжают пустовать. Уже 8 месяцев строение возвели еще в декабре прошлого года, однако жилье между хозяевами до сих пор не распределено. Кто затягивает процесс и когда, наконец, оленеводы и чумработницы отпразднуют новоселье? Узнаем прямо сейчас. О том, что многие оленеводы, работающие в окружных СПК, остро нуждаются в жилье, говорят много и на разных уровнях. В Красном эта проблема с мертвой точки сдвинулась. В поселке построили 10 домов по новой и незнакомой нашему региону технологии. Строение возвели из специального пенопласта в буквальном смысле. Стоят такие дома примерно столько же, как блочные, вот только строятся они гораздо быстрее. В декабре прошлого года жилые здания уже были готовы к заселению, но этого не произошло. Очень жаль, что такие хорошие дома простаивают. Люди, которые нуждаются в улучшении жильщих условий, не могут никак перейти в это новые дома. Разделить квадратные метры между семьями оленеводов – задача управления по делам коренных малочисленных народов Севера. Однако процесс тормозится уже 8 месяцев. Очевидных виновников нет. Затянулся сбор документов. Многие оленеводы находятся в тундре, поэтому собрать все необходимые бумаги и сдать их в управление по делам КМНС для них проблематично. Просто объективная причина, они просто отсутствуют на месте здесь. Плюс то, что у нас там произошли изменения в составах семей у людей. Кто-то развелся, у кого-то там ограничения по родительским правам и так далее. Соответственно, здесь нужно было решать вопрос, чтобы максимально учесть интересы детей, ну и соблюсти все законодательство. На сегодняшний день все документы уже собраны и подготовлены. С обеих сторон долгожданное новоселье оленеводы и чумработницы смогут отметить уже в августе. Олег Танзейский, Сергей Качугов, Телеканал Север, Красное.